Её просто-то я вообще слала в море, поусеяно ледышками на расстоянии 50-30 метров друг от друга. А я же, блин, каратист не настоящий, я могу не вписаться. А Андрюха сидит вот в трюме вот там, он ржёт, выдавляет, как я на Тайсберге отруливаю. А, вообще, знаете, как страшно, капец. Короче, я говорю, если я врежусь и не попаду, а он говорит, ну мы все утонем. Так что если потом на дне, через 999 тысяч лет, найдут камеру с флешкой, вы знаете, что это было 10 марта 2019 года, когда мы вписались в него. Вот через это поле мы только что пробивались. Будешь, Катя? Да! Прицепили с собой небольшой айсбергчик. Вон, краску на нём оставили. Красную, где мы носом везли эту глыбу. У нас тут ледянки, Асаш. Класс, ледокол прям. Вообще, Ладимир и ледокол было сейчас. Вот всё это ледяное поле мы прошли. Слава тебе, господи. Мы во Тортиде! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Придя на огненную землю через пролив Дрейка из Тихого океана, мы увидели достаточно много яхт, которые стоят здесь или приходят из Антарктиды, или уходят туда. И обычные живые люди, то есть не какие-то мифические герои, они готовятся к ледовому континенту. И мы посмотрели, пообщались с ними, получили много всяческой информации полезной. Нам перепали карты, нарисованные вручную с местами стоянок, с проливами, с подходами к островам, с подходами к материку, к антарктическому. Мы поняли, что ничего сложного для нас уже нету подготовить технически нашу яхту для этого перехода. И пошли. Вот там стоит три яхты, посередине ярко-оранжевая, это не наша, наша первая белая, а последняя белая Халберг-Расси с маленьким ребенком, трехлетним, на борту. Пытались пробиться в сторону Бразилии, два дня мучились против фетра и вернулись переждать погоду. Ничего не видно. Не то, чтобы не видно, что там дальше Бигль-Канал, а даже не видно, что там Ушуая. Да-да-да, самый южный город мира выглядит сегодня вот так. Мы по каналу Бигль идем в Антарктиду, страшно подумать. А мы не сказали, идем в тайнах. Итак, что вы чувствуете? Чувствую, что не поймают. Подходим к концу канала Бигль. Пол дня шел снег, лопатой отгребал его с палубы. Но, в принципе, не очень холодно, где-то плюс пять, наверное. Ноу-хау рыбаков. Резиновые перчатки из толстой-толстой резины, они еще и с начесом. А внутри флисовые перчатки еще под них одеваешь. И вполне себе нормально в полярных условиях жить на палубе. Первый раз об Антарктиде я узнал, пожалуй, лет в 10-11. Когда я узнал, кто такие Амунсен и Скотт. И об их гонке к Южному полюсу для Скотта закончатся трагически. Ну, это было тоже как в одном ряду с Беллинсгаузеном, Крузенштерном, какими-то папанинцами, которые где-то на льдине дрейфуют. И вот это все было в одной куче. И это было где-то в другом мире, в нереальном. Просто какая-то фантастика. И то, что я мог там оказаться, даже и мечтать, наверное, не мог. Это было просто что-то невообразимое. Ну, а серьезно, первый раз об Антарктиде я подумал, пожалуй, когда мы шли к острову Пасхи. Но это было так еще, в полушутливой форме. Но уже начало мелькать о том, что мы на нашей яхте сможем все-таки и в Антарктиду тоже сходить. И я так девчонкам говорю, так может быть от Пасхи пойдем к мысу Горн. А они такие, да ты что, это же вообще, как мы и мыс Горн? Это же нереально, туда какие-то герои ходят. Пошутили, пошутили, но мысль где-то осталась. И в итоге, повернув к мысу Горн и середины Тихого океана, я уже готовил план, как мы пойдем в Антарктиду. Хотя команда еще в этом сильно сомневалась. Но я начал потихоньку читать уже книжки соответствующей тематики и готовить потихоньку свою команду, потому что мы все-таки пойдем в холода. КОНЕЦ Первая русская семейно-антарктическая экспедиция приближается к первой стоянке у ледяного континента. Обычно дети в своих фантазиях храбрее, чем взрослые. И вот когда я была в возрасте 13 лет и мечтала покорять моря и океаны, бороться с ветрами и ставить паруса, уже тогда, прочитав первую книгу о полярных широтах, я решила, что нет, в холода я никогда в жизни не пойду. Ни за что и никогда, даже вот в том самом возрасте. Поэтому для меня пойти спустя 30 лет в Антарктиду было событием сверхнеобычным. И, собственно, первый раз, когда мы заговорили об этом, это была дорога к острову Пасхи. И мы были на палубе, и Андрей, сидя в кокпите, задумчиво глядел на передние паруса и сказал, надо бы нам закрутки передних штагов поменять на карабины. Я говорю, а зачем? Да, говорит, закрутка замерзнет в Антарктиде. Ну, я вытрачила глаза, это была немая сцена. Как? Какой Антарктиде? Ха-ха-ха, ты что, с ума сошел? Поменялось все буквально на обсчитанные дни сначала, потом еще в течение двух месяцев решение зрело. И вот придя в Ушуайо, мы уже наполовину со зревшим решением наблюдали за тем, как там антарктические капитаны готовят свои яхты, как они принимают чартерных туристов, фотографов, дайверов, придайверов, которые едут в Антарктику, кто-то снимать животных, кто-то посмотреть на вот это вот все. И когда ты оказываешься в такой среде, это становится такой, кажущийся ранее невозможным шаг, становится довольно легким, потому что ты видишь, что все вокруг тебя идут туда и не испытывают по этому поводу никаких глобальных сомнений, страхов, ужасов. Просто целенаправленно, планомерно готовятся. Ну и вот под влиянием вот этого всего мы начали уже всерьез оценивать свои возможности, возможности лодки. И Андрей сказал такую фразу, что если я хотя бы на 20% буду сомневаться, мы, конечно, никуда не пойдем. Ну а в этом отношении, если Андрей сомневается, он действительно никогда никуда не идет. А если он не сомневается, значит, все варианты практически просчитаны. Значит, у нас есть ресурс, есть силы, возможности, и надо просто брать и делать. Отодвинуть свой страх и шагнуть туда, куда ты до этого ни разу не заглядывал. Живее всех живых! Ура! Ура! Первая высадка на станцию вырезгалась. Здравствуйте! Ну что там, Настя, с книгами? Ну, понятно. Это ветер, это температура. Вот здесь визуализация. Давление, видите, давление падает. А что с прогнозом? А вот я вам как раз хочу показать прогноз. Ну, погода хорошая, но минус, видите, уже под минус 4. Это на когда? Это вот на завтра. Вот это завтра, послезавтра. Вот это недельный прогноз. Завтра днем будет минус. Вот это недельный прогноз. А, ну, кстати, смотри, завтра 40 метров. Мы сможем вообще высадиться? Ну, мы завтра стоим. Ну, да, лучше вот. Ну, здесь, в общем, будет сложно высадить, только если ветер на берег, вот когда волну нагоняет такую вот. Мы сегодня пришли, тут ветер с берега, да, но мы закинулись вот под эту высадку. То есть мы же якорь, я видел, оттягивали в эту сторону. Ну, в общем, а особо здесь вот высадка сложная, когда ветер такой со стороны моря. Ну, вот это самая волна эта. Мы идем на Чилийскую почту. С Антарктиды можно отправить письмо. Здесь есть почтовое отделение, сувенирный магазин, банк. И даже два ребенка родились. А еще здесь есть школа. Но это все на чилийской стороне. Как настоящая почта? Есть и номера. Честь. Есть и номера. Есть. Вот так по телефону копался. Скучно было. И бац, натыкаясь там. Требуется у врача Антарктида. Я нажал. Меня через две недели так провели. Ну, блин, с голосом. И вот интересно, что в Антарктике те люди, про которых ты раньше читал в книжках или смотрел в кино, они становятся как бы с тобой одного порядка людьми. Вот, допустим, полярники на станции Беллинсгаузен и на других станциях тоже. Но особенно на Беллинсгаузене. То есть это люди такие, герои, небожители, которые зимуют, которые были не только на Беллинсгаузене, а многие на станции Восток, на других антарктических станциях континентальных, которые действительно преодолели лютые морозы и полярную ночь четырехмесячную. И вот это все. И когда ты сидишь с ним за одним столом или общаешься на одном языке, ты вот так вот подтягиваешься вот к тому самому уровню запредельному ранее, который был тебе знаком только по книгам. И вот это вот такая удивительная трансформация. И в душе в твоей она тоже происходит, потому что ты тоже становишься другим человеком, ты становишься на шаг выше, ты можешь на шаг дальше, ты можешь больше. И ты действительно веришь, что если ты упрешься и задашься целью, то вообще возможности безграничны. Такое увеличительное стекло прожигает, и ты по ним считаешь, сколько времени было это. А как вы меряете? Ну вот, часовые стрелы идут. А, ну то есть глубина прожига не важна? Не-не-не, имеет значение, какая-то длина. Секлата красивая. Вчера мы были в гостях у полярной экспедиции Беллинсгаузена, и они надарили мне кое-чего подарков. Я представляла их не такими добрыми, а более суровыми. То же самое про полярных капитанов. Ты стоишь с ними борт-оборт, пьешь вместе чай, разговариваешь о путешествиях, какие-то свои байки травишь, какие-то их байки слушаешь. И получается, что ты вошел в этот круг просто потому, что ты нашел в себе силы, нашел в себе ресурсы, сделал вот этот шаг, но не побоялся. И тогда ты оказываешься там, где ты представить себе не мог. И это очень круто. Это воодушевляет, заряжает, у тебя вырастают крылья. И вот Антарктида, это была такая точка тоже, трамплин, на котором выросли крылья. Такие белые, с бирюзовыми проблесками, со вздохами китов, с кряканьем пингвинов. И это было там здорово. Между полярными базами полярники передвигаются на местных маршрутках. Голосует на дороге, и водитель подбирает всех желающих. Мы попали в антарктический свято-троицкий храм. Это самая южная круглогодичная православная церковь в мире. Строили ее в том числе наши знакомые. И вот, наконец, мы тут оказались. Это совершенно удивительное событие. В 2003-2004 году храм был собран на Алтае из сибирского кедра, потом разобран и доставлен сюда пароходом Академик Вавилов. Было очень много интересных историй при строительстве храма. С щели сначала хотели конопатить мхом, но прознав какие тут ветра, и как сложно доставить мох в другую биологическую массу с другого конца света, сверху залили все это каким-то похожим на краску герметиком. Так вот выглядит храм внутри. Здесь просто восхитительно пахнет сибирским кедром, практически как у нас дома. И вот здесь вот очень интересная история у этой иконы, икона Николая Чудотворца. Она сделана из российских камней полудрагоценных. Тут яшма, малахит, видимо, используются. И вот эта икона была доставлена в храм нашим знакомым Сергеем, который вез ее через много границ в рюкзаке нелегально, потому что не успевали получить разрешение не только на то, что икона не является художественной ценностью, историческим наследием, но нужно было еще разрешение, коль скоро она сделана из камней, что эти камни не являются какими-то там сверхважными для российского фонда сверхважных камней. И вот эту икону везли в рюкзаке, с боков были поставлены банки со спиртом, и где-то на границе пришлось везущему человеку сказать, что ребята, это полярникам спирт, они там в Антарктиде, понимаете, им холодно. Ну такая вот особенность архитектурная, это восемь цепей. Храм стянут цепями от маковки, и вот эти цепи уходят в фундамент, в скалу туда вот. Потому что очень сильные ветра вот у нас, вот в мою прошлую зимовку было до 47 метров. Это значит, ну, это значит. Ну, это значит. Да, и прям, в общем, здорово молиться, как будто на порту галеона какого-то. То есть скрипит обшивка, цепи скрипят там от натяжения. Службы служим на двух языках, на испанском и на русском. Вот, наверное, на испанском, для чирийцев и уруглайцев. Ну, то есть, что-то есть, они построили уже после нашего, они посмотрели, что это русские поставили, надо нам тоже. Нам подарил священник Максим, и это настоящие свечи из настоящего воздуха. На самом деле, в Антарктиде было не очень трудно. Единственное, что было трудно, так это то, что в переходах мне и так не очень легко. А так, переход со льдом, когда вода на палубе становится льдом, и когда снег идёт, не очень привычен. Я представляла, что там будет не так много животных, и что вообще там равнина. А там оказалось, что айсбеки очень красивые, голубые. И Антарктида, это прямо супер. Мне там больше всего понравилось. Во все... Я ведь много путешествую, но в Антарктиде мне понравилось больше всего. И да. Я думаю, что это сезонное. Летом там всё происходит, и зима не очень. Но сейчас летний зима. Лето кончилось несколько дней назад. Вот и всё. Начинается зима? Осень. В России весна, а здесь осень начинается. Вот там на горизонте светится золотая полоса. И, судя по всему, это айсберг длиной километров 10. И, похоже, там больше нечему светиться, кроме как ему, потому что земли в том краю нету. Да, таким айсбергам, так же, как ураганам, собственные имена дают. Вот, но в данном случае это буквенное обозначение. По-моему, это А71 называется. Такие горы, капец. Вообще не передаёт просто. Глубина 3 метра. Вот оно дно. Коралловые рифы. Андрюх, мы не сядем, а давай-ка взад. Что-то совсем близко. Надо распечатать фотографии, потому что невозможно описать, а фотографий нет. Ну, смотри. Повышается. Андрей прям повышается. Ну, я не могу вот здесь гора, Андрей. Мам, не нас кидай. Рапа, ты не можешь? Где возвышение? Вон, справа, по носу. Ага. Мы назад едем. В горе настоящей. Готовим якорь. Якорь готов. Глубина уменьшается, дно как? Дно не видно. 7 метров. Я думаю, лучше здесь останавливаться. Сейчас еще отлив, да? Ну, смотрим. Мам, сюда, давай, сполнать, здесь, давай, сюда. Вот здесь, 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 Смотри, чтобы она не перепутывалась. В Антарктиде. В Антарктиде надо не только встать на якорь, но и привязаться к берегу, иначе лодка развернется и ударится об лед. Держи ее. Там еще много в воде веревки. Нет. Да. Надо, чтобы она была высоко. Такое натуральное творение. Чуть-чуть налево. Чуть-чуть налево. А ты знаешь, где лево? Наверное? Как там круто у горы ледники-то колонятся. О, веревку пашут впереди. Красотишечка. Вообще, как зеркало. Шшш. Мы в Антарктиде! И лавина сойдет. Чтобы ее, его сверху посохарить, рыбка, что снег не сладкий. Теперь вы понимаете, как мы тут живем в Антарктиде. Снег едим. Я сейчас хочу погрести веслом. А еще я хочу высадиться на небольшой айсберг. То есть кусок льда. Просто синего цвета. Ну, вообще. Кажется, что так не бывает. Такого голубого цвета. Сейчас нет ни солнца, никаких подсветок. А лед вот такого вот голубого цвета. Как-то... Дай, давай немного к нему подойдем. Мне нравится все. Как-то ожидалось просто, что это будет какой-то... Не знаю, как-то не так мне это представлялось. Не представлялось, что это будет красиво. Просто мне казалось, что это будет снег высокий какой-нибудь. Ну, как-то вообще я совсем не представляла, что будет красиво, что будут такие льды голубые-голубые. Просто вообще нереально голубые. Что... Ну, я даже не знаю. То есть я вот говорю, что я буду писать в дневник. Я даже не знаю, как это все описать, потому что это невозможно писать. Тут мне кажется, что все время хочется просто восхищаться всем. Ну, там на айсберге лежит парочка котиков. Мы хотим к ним подплыть, поздороваться. Это как-то невежливо. Айсберги образуются вот здесь, из таких ледников. Вот она, Марина Ледника, спускается в море. Когда она переспускается, от нее откалываются куски. И сглубким грохотом обрушиваются в воду. Становятся айсбергами. Чем шире ледник, тем больше может отколоться, тем больше айсберг. Такие чудеса. Уже вечер. Сейчас мы доплывем до котиков и поплывем обратно на яхту, где наш папа и зеркал. И муж. Бум. Да мы тараним ядышки. А вон там лежит котик. Или лев. Смотри, они вроде такие неуклюжие. А как они забираются? Вот сейчас попробуй залезть вот на ветвь ледника. Ну, на айсберг. Он же там нависает чуть-чуть. Чешется. Чего он никак все нормальные тюлени ползает? У него ленька какая-нибудь есть в плавнике. И он чешет. Я вот сегодня стояла, когда не надо было ничего делать. И снег ртом ловила. И просто такой восторг. Так классно. И снежинки еще такие большие-большие, красивые разные. Все время хочется говорить вау. Сначала было жутко переходить. Ну, не жутко, но волнительно. Панамский канал. Потом до Пасхи идти. Потом после Пасхи. Питкерно вообще почти ничего не было. Так страшно. Сюда было волнительно. А после этого-то что дальше? Ну, просто нет же, и, мне кажется, уже что будет. Наверное, самое крутое вообще, что у нас на яхте будет. А, у нас окно завершится. Держитесь. Здесь место интересное такое. Здесь два ледника сползают в воду. Здесь вот этот, и он вон там. Вот они периодически что-нибудь обрушаются. Если ветер будет в нашу сторону, то мы сможем простоять долго. До весны. Наш поход в Антарктиду, это, пожалуй, был самый сложный этап из всего нашего путешествия вокруг света. Ну, во-первых, пролив Дрейка. То есть это самый штормовой пролив в мире, самые опасные воды планеты здесь. И нам предстояло его пересечь два раза. С севера на юг, и потом на обратном пути, с юга на север. Через пролив Дрейка каждые 3-4 дня проходят шторма, достаточно сильные. И вот надо как-то втиснуться между ними. То есть либо перед штормом успеть пробежать, и потом все-таки на подходе к Антарктиде хвост его поймать. Либо же выйти на хвосте шторма, и потом часть пути пройти более-менее спокойно. Но всю нашу дорогу мы без штормов пройти не успевали. У нас это занимает на нашей яхте с нашей скоростью 5, а то и 6 дней дойти от Ушуаи до Антарктиды, собственно. И один-два дня как раз выдавались на такую нелетную погоду. Нам пришлось очень сильно так попотеть над метеорологическими картами, для того, чтобы выбрать хорошее погодное окно. Чтобы мы все-таки успевали проскочить, и нас не особо сильно потрепало. Приходилось нести вахту круглосуточную всегда. То есть несмотря на то, что мы идем куда-то, на якоре стоим. Там вот стояли в бухте вроде как защищенные, пришвартованные. Но, тем не менее, всегда круглосуточно была вахта. Потому что могут прийти льды, могут запереть в какой-то бухте, может обрушиться ледник. Могут просто приплыть льдины какие-то, которые могут повредить корпус. В общем, очень много сложностей. Часто меняется ветер. Ветер из легкого бриза становится штормовым просто неожиданно. И этого даже может не быть в прогнозе. Мы и айсберг в ночи. Поздравляю, куда бежать. Картина Репина. Все равно приближается. Картина Репина. Поздравляю. 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 Доброе утро. Страна. Да. Мы замерзли. Совсем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok